Сергей как раз утром думал и решил записать еще одно видео тебе в поддержку. Вот смотрите, мы говорили о блоке качественный контент. Давайте мы откроем сейчас какую-то страничку и немножко пояснений. И вот смотрите, вот например вы, вот это у нас интернет, далее смотрим, вот это у нас интернет. У нас ваш сайт. Так. Вот это у нас страница. Это сайт, ну я просто показал, вот это страница. В следующем периоде учебном мы будем изучать составление шаблона продаж. Пока вернемся к вашей схеме. Вы большой молодец, но давайте смотреть. Итак, качественный контент. Все верно. Удовлетворение потребностей пользователя. Вы знаете, когда я работал в сетевом маркетинге, были люди, которые вообще не могли продавать. Они боялись этого слова. И они говорили, надо рассказать. Ну человек работает, работает, вроде пашет днями. Результата нет. Встречаешься, ну рассказываешь, что делаешь. Ну человек начинает рассказывать, ну вот твои цели. Ну я рассказать. Ну хорошо, ну ты же выполнил свою задачу. У тебя в мозгу щелкнуло, что ты рассказал. А почему ты хочешь продаж? Ведь продаж не будет. У тебя не запланировано. У тебя это слово изгой. Так вот, здесь важно научиться следующим образом. То есть, смотрите. Если посмотреть на вообще вашу схему действия, то качественный контент у вас весь сайт. И возьмем определение качества контента. Если вы поставили удовлетворение потребностей пользователя, все верно. Ну удовлетворили, можно написать статьи. Но, как будет работать ваш мозг? Мозг будет работать следующим образом. Например, мы хотим удовлетворить потребность. Я говорил, что шаблон продаж это схема, над которой можно размышлять. Если впереди стоит неверный пункт, цепочка размышления будет неверной. И давайте приведем пример. Удовлетворить потребность в, например, зубной пасте. Что пойдет дальше? Вопрос становится, как удовлетворить. Ну, например, рассказать. Хорошо. Что еще можно сделать? Показать видео. Значит, получается, цепочка начинается от удовлетворения потребностей. То есть, вот это первый элемент. Вопрос становится. Мы не определили, какую потребность удовлетворить. Что должен сделать пользователь. И это все сидит в голове. И это, извините меня, полная задница. Все. Считайте, бизнеса не будет. И почему? Потому что вы начинаете потом из этой цепочки говорить, а я же хочу прибыль. Это нормально. Вы хотите прибыли. Но где эта прибыль? Вот здесь важно понимание. Становиться, мыслить как бизнесмен. Вот я сейчас поясню. Но становиться на сторону покупателя. Хорошо. Давайте попробуем изменить немножко тактику. Мы это все будем потом изучать. Вы сегодня молодец. Большой. Но просто я сейчас скажу. Помните, я вам говорил в прошлом задании. Сейчас ваша задача продумать, чтобы везде первый элемент имел основную цель. для вас, как для бизнесмена. Попробуем. Если мы берем следующий вариант. получение прибыли. Качественный контент это контент, за который человек готов платить деньги. При этом это не важно. Это ссылка, это магазин. Важно, что человек зашел, купил у вас. Все. Вот это определение качественного контента. Значит, берем получение прибыли. То есть, человек готов заплатить деньги. А вот теперь, смотрите, совсем меняется у нас мышление. Мы хотим получить прибыль. Мы на данный момент думаем как бизнесмен. Значит, люди в интернет, когда я заметил, они вообще съезжают. то есть, видно, что он в странице просто человек хочет денег. И все. Вот все. Вот он ничего не дает. Давай ему деньги и все. Как говорится, долларов в глаза. То есть, не будет. Но в данный момент мы становимся на сторону пользователя. То есть, наша задача, чтобы пользователь оценил это как качество и захотел. Именно наша задача развить, захотел купить. Вот тут мы удовлетворение потребностей. Пошла технология. Вот отсюда пошла технология. Пошла технология. Вот технология манифицирования. Пошла технология. Вопрос становится как? Смотрите. Вопрос для чего? Он уже снят. Понимаете? Вот здесь удовлетворение потребностей. А для чего? Ну да, ну вроде получения прибыли. Но ведь вы это не включили. Это явно, это как в Python. Это явно надо включать. И явно от этого отталкивается. Мы становимся на сторону удовлетворения потребностей. Как? Вот здесь каждая потребность в интернет идет конкретной странице. То есть технология страница. Страница. Вот мы написали сайт. Страница мы будем с вами рассматривать. Это на третьем этапе. Это точка соприкосновения. Ну, так профессионально называется в Google. Ну, и я ничего не придумал. Точка соприкосновения. На самом деле кто-то придумывает там нравится кос на вение. Вот смотрите. Чтоб вы понимали, зачем вы будете продумывать вот именно вот эти моменты. Но до этого мы не дошли еще. Я просто хочу, чтобы немножко вы вперед заглянули. Итак, каждая потребность должна быть на какой-то странице. То есть удовлетворение потребности как? Вот мы с вами говорили, что вот это у нас шаблон продаж, который начинается с основных элементов, над которым можно размышлять и искать идеи. Но идея должна всегда воплощаться в конкретной странице. Ну, например, в будущем с вами на третьем этапе мы изучим такие методы, как просмотр, скольжение и много вещей. Но, опять же, мы с вами изучим основные принципы продающей страницы. То есть вы начнете разрабатывать свою страницу, которую рано или поздно, задавая вопросы, которые мы с вами решим правильные, вы ее найдете. То есть она будет работать. Вот поставили, она продает. Вторую сделали, она продает. Ну, а вы не останавливались и ищите новые. Так вот, удовлетворение потребностей как? И мы начинаем здесь уже размышлять как? Как? При помощи страницы. Да, правильно. Но нас интересуют не страница, а методы. Методы. Вот технология заключается в том, чтобы правильно расположить на странице то, что нам нужно. То есть создать смысл, чтобы смысл какой? Чтобы поведение пользователя было предсказуемо. Это легко потом выясняется по плагинам Google Analytics. Вы видите по процентам, куда человек перешел, куда вам надо. Так вот здесь есть интересная вещь. Просто забегая вперед, давайте посмотрим. Смотрите, мы можем поставить вот так. ну например там поставили да, там нечто. И мы берем определенный текст, ну например там слон. Слон, который чистит зубы. Мы же пасту продаем якобы, да? слон, который чистит зубы. И поставили нечто и посмотрели. Но смотрите, что мы сделали. Мы сделали сейчас, сейчас, сейчас. Я всегда показываю эту идею вот так. Вот смотрите. первое правило, к чему должна вообще сводиться технология. Вот сейчас на странице черный и оранжевый треугольники. Подумайте, вот я вас спрашиваю, на какой треугольник вы смотрите? вы на какое-то больше обратили внимание в любом случае. Но я вам скажу, сейчас у любого человека происходит раздвоение в голове. Ему надо делать выбор. Понимаете, ему надо делать выбор, не купить или не купить, пойти изучать, а что выбрать, что красивее, то есть непонятность. поэтому будем с вами изучать основное требование это чтобы у человека был выбор без выбора, а выбирал он то, что вы дадите на странице. То есть если слон, который чистит зубы, то вот он слон. То есть мы сначала должны определить вот здесь методы, чтобы а что должно выделяться на странице. Выделяться должно две вещи мысль и действие. Все. Если мысль выражаем заголовки, то далее все банально просто. Здесь внизу например можно поставить действие. Что должен сделать человек. То есть мы его определенным образом должны повести дальше. Почему? Мы с вами будем изучать дальше просмотр скольжения. То есть вот доработки гугл. то есть проверенные годами. Человек заходит на страницу он не готов ничего делать. Сначала идет просмотр общий. Он увидел слона. А у него в голове было да я искал слона который чистит зубы. Это супер. Все. Вы внимания его привлекли. Однозначно к слону больше ни к чему. Следующим моментом идет скольжение. То есть человек слева направо просматривает страницу просматривает страницу и он его взгляд вырывает последите за собой вы делаете так же вырывает важные моменты. поэтому если мы знаем что слон который чистит зубы то мы легко можем выделить определенные слова на странице. То есть пасты для слона прикольные. Понимаете вопрос в том что ну я говорю например то есть вопрос пасты для слона прикольные по сути дела мы будем изучать должно быть по принципу минимум три вещи чтобы человека заинтересовало. Дальше идем расстояние берем мы будем все это изучать опять же и мы наша цель на странице мы наконец-то начинаем определять чтобы человек перешел почему потому что мы с вами учимся мыслить нелинейно мы не зря составили эту схему вот мы смотрим да то есть что должен сделать пользователь на сайте добавить закладки я абсолютно правы если бы у нас не было перед лицом вот этого шаблона который осознанно составлен который потом дополняется то мы то думаем ага а у нас то цель еще одна есть и эта цель и эта цель возможно ее достижение при нелинейности мышления то есть добавить закладки добавить добавить закладки должен пользователь а теперь вопрос смотрите линейное мышление в продажах оно ни к чему не ведет поэтому я говорю шаблон продаж это основа продаж поэтому мы с вами над ним серьезно работаем то есть добавить закладки значит нам надо можно сделать самую тупую вещь ребят смотрите вот эта вот страница если мы добьемся что пользователь перейдет а мы потом оследим что допустим здесь будет циферка переходит там 41% неплохо то на странице на которую перешел мы там уже распишем допустим инструкцию как пользоваться вот этой пастой для снаб почему она прикольная и можно просто писать добавьте страницу в закладки добавьте чтобы не потерять потому что там на это то-то 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 это первое второе всегда не думайте что пользователь додумается всегда надо пользователю дать какое-то направление то есть всегда должна быть осознанность понимаете мы когда мы добиваемся цели вот этой да второй я страницу не рисовал но моя сейчас задача не было вам показать продающую страницу шаблон продающей страницы уже которую будете искать там много компонентов хотя бы если мы применим 30-40 вот потренируемся один компонент применили второй то потом уже пойдет на практике вы выработаете свои самые высокие профессиональные это осознанное вы этому научитесь вот например я раньше делал только вот так сегодня я это все делаю при помощи текста но почему потому что я четко понимаю как мне делать да то есть если посмотреть допустим спб то в принципе все же просто да люди не видят но спб отвечает на один глобальный вопрос почему python вот почему люди деньги платят все просто так вот зачем я это рассказал смотрите вы всегда исходите из своей цели то есть вы себе осознаете что вы ваша цель получить прибыль это нормально а потом становитесь на сторону пользователя с его позиции смотрите удовлетворение потребностей да здесь мы еще если добавим изучение по поиску изучение правильных слов если мы если сюда еще добавить очень простые вещи например взять просто google это все элементарно делается здесь нет никаких секретов то есть слон слон ну мы не будем набирать слон который о язык какой-то непонятный стал у меня чего-то ладно это сейчас я исправлю это по-моему белорусский родной язык так слон и мы легко видим слон вес индийский слон то есть вот нам ключевые слова но на самом деле просто неудачная фраза но здесь всегда есть и заголовок всегда можно найти слон индийский слон который чистить чистить зубы например там и все у нас все готово чему я это вам рассказывал сейчас я рассказывал к тому вот это продолжение того ролика что сейчас да может было непонятно поэтому я решил для вас дописать вот это видео чтобы вы понимали что любая технология начинается с шаблона продаж но приходит к совершенно конкретной странице при этом мы с вами будем как в детском саду грубо говоря рисовать аппликации а что можно на странице разместить это может быть картинка то есть понимать начинать научиться разрабатывать шаблон продающей страницы учиться проводить пользователя то есть при помощи слов знаков но добиваться именно нашей цели чтобы не переживать потом это будет все делаться за миллисекунды поэтому кто-то будет ходить у вас будет продаваться и он вас не повторит по одной причине потому что идею не вложишь идею надо понимать так вот поэтому сейчас вот то что я говорил в предыдущем видео я вас прошу обязательно продумать посмотреть схемы и продумать пусть сейчас это будет не совсем верно все это можно исправить ну вот станьте какая цель у каждой вещи ведь если вы поймете позже мы будем изучать да вот эти вот эти цели они очень важные да самые главные цепочки но потом на пути на пути абсолютно каждый элемент имеет определенную цель например мы будем делать страницу для ну возьмем для этой страницы самое важное чтобы человек перешел например к инструкции для другой страницы чтобы посмотрел видео для третьей страницы чтобы скачал и само собой мы будем применять совершенно разные хитрости но пока мы не понимаем какая цель страницы почему это цель страницы мы ничего не продадим то есть это комплексно и это нельзя нельзя продажам научиться просто вот работая так надо учиться нелинейности то есть понятно что у нас получилось вроде бы сложно но когда у нас перед глазами шаблон продаж правильный то нам легко мы составили страницу но вспоминаем а нам же надо чтобы в закладке добавил а тут еще одна стрелочка а нам же надо чтобы что сделал человек ну говорю к примеру да чтобы возвратился отлично чтобы возвратился тут вообще надо много хитрости не надо если будет 20 рецептов он сам вернется важно сколько человек пробыл на странице потому что тут еще и время важно по счетчику то есть вы понимаете начинают прибавляться моменты которые важные плюс еще изучение рынка сейчас не буду лезть вперед это просто скажу то есть мы будем все по гуглу проверять чтобы все било все все банально просто сейчас с моего видео важно понять одно всего лишь один момент то что мы с вами изучали например есть понятие качественный контент а ваш сайт в первую очередь это все контент так вот определение контента это контент правильно качественно да если вы собираетесь получать прибыль то прямое назначение контента и есть получение прибыли то есть это тот контент за который пользователь готов платить деньги отбросьте рекламу все неважно у вас магазин просто он должен купить у вас вы продаете тексты он должен купить у вас но он ничего он не должен по сути захотеть а он захочет когда когда действительно поймет что это то что ему нужно это когда вы рынок будете знать а к этому мы придем тогда пользователь вид да это то что я искал это клуб круто это классно это понятно это мне понятно понимаете хорошо я надеюсь дополнение пойдет вам на пользу поэтому сейчас прорабатывайте все названия и вы поняли теперь смысл технологии да мне понравилось что вы сделали поняли блок технологии то есть что это все что помогает привести вернуть посетителя на сайт то есть но любая технология чтобы у вас дальше в мозгах уже пошло она ведет конкретной страницы точки соприкосновения и сразу запоминаем на будущее страница точка соприкосновения у вас всегда есть одна секунда либо пользователь уйдет навсегда либо вернется да 50 на страницу вернется все получаете продажи радуйтесь что сложного сложность в том что это надо знать правильно вот поэтому мы с вами учимся молодец хорошо учитесь сергей спасибо спасибо